Две звездочки, три звездочки, четыре звездочки, лучше всего, конечно, пять звездочек. Алло! Галя! Слухаю, ты Галя? А я думала, это не ты, Галя. Галь, ты ж в Финляндии замужем. Из Финляндии звонишь. А-а-а! Вот это! Галя! А ну расскажи мне, как ты там с Фином? Как твое сфинство проходит? А? Ты вся в золоте, в бриллиантах? Галька, я сейчас тоже вся в золоте, в бриллиантах. Я сейчас в ювелирном магазине у борща сработаю. А-а-а! Галя, ну чё, рассказывай, свадьба была? Была. И брат Колька на свадьбу приезжал? Приезжал. Ну и чё, Фин и брата поняли? А-а-а! Не поняли? Почему? А-а! Был языковой барьер из-за перегара брата. А-а-а! Галька, ну ладно, рассказывай, какие дела? А? Шубу себе купила? А-а! На деньги мужа? Натуральную, караклевую из норки. А-а-а! И на сдачу ещё машину. А-а-а! Ты чё? Я что, твой Фин, наверное, на тебе орал? Нет? Галька, да это из-за больного, уценённого финна замуж-то вышла. А-а-а! Ну какой он тебе нормальный, глянь, нормальный, а? Нормальный это мой Петюня. Вон я себе пуховик этот финский купила у китайцев. Ой! Красивый, дешёвый, вся квартира в перьях. А-а-а! Будто курятник взорвался. Вот мне Петюня поливал. Такой струёй слов. Таких слов даже в неприличных местах не знают, глянь. Вот это мой нормальный, ну конечно. А кем твой Фин работает-то, а? Шофёром? Ой, поди пьёт. Нет? Когда выпьет, за руль не садится? Ты, глянь, прям как мой Петюня. Галь, он когда выпьет, он за руль не садится. Он за руль прям ложится. Галя, ой, чё собака? Я не слышу, чё там собака? Ты собаку себе купила? За две тысячи долларов? Галя, ты у психиатра была? Что ж тебе диагноз, Галя? Ты, глянь, у меня жучка ощенилась. Я бы тебе щенков десять вместе с жучкой выслала бы. Рассказать, ни воздох там, ни собак нету. Да я расстроилась, Галя. Так и держи, ещё ты что. Да не надо мне денег высылать. Галя, я нормально живу. Нормально. Я сейчас курей на продажу развожу, этих гусей развожу, спирт развожу. Соседи только мешают, пока не нальёшь. А так всё нормально. Чё? Тебе соседи не мешают? К чему? Ты отдельно живёшь? Одна? Где? В котедже? Восемьсот квадратов площадь? Галя, это же Красная площадь с окнами. Галя, вот тебе там одиноко-то, да? Ты, небось, финским волком там воешь, Галя? Вою. А я нормально живу, Галя? Хорошо. На десяти квадратах нас тридцать человек. Да не поеду я к тебе. Ты чего? Я и здесь в тесноте не помру. Галя, я же недавно в мэрии была. Мэрин сказал. Расширит нас на целых два квадрата. Галя, а чё ты сомневаешься? А да не сомневайся. Я справку сделала, что у меня две дочки роднополые. Да. Чё тебе позавидовать? Не слышу. Позавидовать, как ты в оперу ходила. Жала руку кому? Кариюсу. Карерису. Кто такой, не знаю. Галя, я тут недавно тоже в симфонию ходила. Петьке два билета вместо отгулов дали. Галя, как же хорошо. Не, музыки не слышала ни хрена. Петька пиво набулькался. Храпел, как сиксафон. Я ему говорю, Петя, я домой пойду. Холодильник забыла выключить. Да. Побежала Галя. И там в симфонии в лифте застряла. Ага. Ну лифт в симфонии узкий. Галя, как же я не цензуриста на всю симфонию звала насого спасателя Шайгу. Галя, оказалось, это не лифт был. А футляр от контрабаста. Ну я в темноте обогналась, Галя. Ой, ну ладно, ну давай, рассказывай ты мне про своего финна. Мне же так интересно. Ну, чем ты его там кормишь, а? Ну, фигнёй, это понятно. А на чём фигню готовишь-то, а? Чего? У тебя три микроволновых печи. Вот это да, Галька. А у меня одна крупноволновая. Такая классная. Курицу за минуту сжигает дуглей. Галя, Галя, а ты за грибами ходила? Нет? А у нас сосед ходил за опятами. Принёс три мешка пустых бутылок. Галя, у нас в этом году урожай грибов на бутылке. Ага. Чего? Куда ты ездила? В Брюссель? О, да ты чё? Ну и почём же там бруссельская капуста с Камаза-фоптом? Доллар за кило? Галя, у вас вся страна больная. Все, небось, деньги на капусту уходят, Галя. Чего? Позавидовать тебе, как ты сумку купила. Какую сумку? За пятьсот баксов. Из змеи. Ой, ну и в ног ты свою в змею положишь. Мне он, Петюня, сумку подарил. На колёсах. Чисто женскую и приженскую, Галя. Потому что ни один мужик её полную поднять не сможет. Галя, давай рассказывай. Ты там от своего фина ребёнка ждёшь, финника? Ну чё ты там губнишь? Любит тебе твой финт там или нет? А? Любит согласно брачному договору? Это как? По нечётным любит один раз, а по чётным выходной. Ну ты, Галяня. А вот у моего, Петюни, выходных на любовь нету. Да. Галя вчера пришёл. Немного, правда, подвыпивший. Обнимал, целовал, ласковые слова говорил. Потом говорит, ничего, что я небритый. Я говорю, да ничего, Петюнь, ты же не меня обнял, собаку. Галька, ну чё ты там разревелась-то? Глянь, ревёт. Галя, ну ты же нормально живёшь. Не по-людски, правда, ну шикарно. Жить-то надо, где родилась Галюня. Ты знаешь чё? А ты приезжай домой. Ага, и финика своего привози. Посиди, знаешь, три дня по-нашему, споём. Ромашки спрятались, никто не вылезли. Галька, успокоишься. Душа у тебя на место станет, а? Да у нас здесь иностранцев полно. Он один монгол, Дед Морозом работает. Нёгра, у него снегурочка. А твой финик лапландским оленем у них будет. Галюха, приезжай. Родина, она ведь и человека одна. Какая-никакая, а лучшей не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ